Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizotsam.ru Давайте я вам расскажу об аренде машин и байков о транспорте на Занзибаре Смотрите, здесь есть самый удобный способ, как ни странно, это ездить на такси Объясню почему Например, вот, допустим, мы на такси, взять таксиста Сразу скажу пример, а потом все подробнее объясню Например, я сейчас живу в Нунге, такси до Стоунтауна, то есть 40 долларов Причем таксист ждет вас 3 часа, вы можете погулять по Стоунтауну, туда 20 долларов, туда 20 долларов Аренда машины Аренда машины можно взять примерно за такие же деньги Вопрос, зачем вам это нужно Ну, если, конечно, вы хотите сами объездить весь остров, то аренда машины на 30 долларов начинается где-то Можно взять в аренду машину права Обязательно нужны международные права Полицейские на всех дорогах вас часто проверяют Также нужно разрешение на вождение именно в Занзибаре То есть, когда он сдает машину Я вам покажу, этот пермит я взял на скутер Это то же самое Вы должны у владельца просить это разрешение Помимо прав, вы должны показать это разрешение Движение левостороннее, вот почему я вам еще рекомендую Например, ездить на такси, если вам не сильно надо Или взять машину, на крайний случай, чтобы спокойнее не байк Хотя сам взял байк Здесь, кроме Стоунтауна, вообще нет уличного освещения То есть, вы будете ехать в темноте Ну, ладно, прикольно вроде ехать в темноте У вас есть фары, но по дорогам везде Абсолютно везде ходят люди, ездят велосипедисты Без всяких конорей, опознавательных знаков Ну, еще темнокожие, особенно если в черной одежде Но очень неудобно Я вот, например, езжу на байке из Кендово на Данунго В вечернее время у меня скорость 30-40 км в час Чтобы спокойно видеть, различать всех людей Которые могут еще и дорогу переходить Или с детьми идти, дети там хулиганят Чуть на дорогу выбегают Ну, на дорогу могут как-то выбегать Поэтому лучше спокойненько ездить И на такси, вот реально Потому что выгоды никакой нет Аренда байков Байк вот так же у меня начинали С 30 долларов, 25 не хотели отдавать Но я на 7 дней, из-за того, что опять 7 дней Сторговался на 15 То есть, человеку сначала 20 Давай я позвоню, посоветуюсь Ну, полчаса я договаривался, чтобы за 15 долларов На 7 дней снять байк То есть, 105 долларов у меня получился Опять объясню, почему все это дорого В том числе и квартира, у них есть налог То есть, сдавая байк, он вам должен написать это разрешение Скорее всего, это разрешение сделано для того, чтобы Содрать с хозяина байка налог Чтобы он вам не мог без этого разрешения Без налогообложения Допустим, как в Индии, в Вьетнаме вы просто дали хозяину деньги И все Он там не платит никуда налоги Следовательно, может вам сдать байк поменьше Сдать вам машину поменьше А здесь, вот он должен написать разрешение Следовательно, он в разрешении пишет, на сколько дней он вам дал Следовательно, за каждый день, там сданный туристу Он должен заплатить налог правительству Поэтому, такие цены То есть, например, не знаю Я в Индии за 100 долларов, я в месяц снимал байк Выходил мне 5000 рупий То есть, даже меньше, чем 100 долларов Я в месяц снимал байк И во Вьетнаме я снимал тоже байк Примерно за такую сумму в месяц А здесь у меня получилось на неделю Опять, можно найти меньше, если вам на месяц Просто не нужно Вот смотрите, почему не нужно Я вам покажу дороги Дороги здесь классные, между городами Но, например, вот я езжу из Кендовы до Нунги Дороги прямо вот в деревнях убитые Вот по таким местам мне особенно приятно проезжать с пляжа до отеля Мне, например, надо доехать Тут ехать-то 3 километра Я эти 3 километра проезжаю быстрее, чем я езжу Потом к себе спускаюсь вниз в отель по этой дороге Плюс днем очень-очень жарко То есть, на байке реально Допустим, вы хотите поехать куда-то 30 В Стоунтаун, в тот же сами на байке Ну, просто очень жарко Смысла особо сильного нет Я просто люблю кататься на байке Тем, кто любит путешествовать на байке Кому нравится путешествовать на байке Так же, как мне обязательно нужно надевать шлем Обязательно нужно разрешение, пермит Обязательно нужны международные права Полицейские стоят на дорогах Особенно, если вы видите русские Вот нас первые 2 дня останавливали За день раза два туда и обратно Потом, видимо, уже примелькались Что одни и те же ездят, что их тормозить стали Это вроде видит, ездит в шлеме Права, ну, есть Я им показал 3 раза Все, езжайте вроде Байк тоже, наверное, запомнили Вот из Кендвы на Данунгле, когда я езжу Поэтому особый смысл здесь брать байков нет Лучше, если вы хотите, возьмите машину Но опять-то рассчитывайте свои силы Свои навыки вождение Будет ли вам комфортно ехать, допустим Возвращаясь откуда-то В темноте, когда не светят фонари Постоянно ездят на велосипедах На байках Без там На велосипеде он ездит У него могут не быть Ни катафотиков, ничего То есть он ездит абсолютно темный Рассчитывайте свои навыки, умения Вообще комфортно ли вам Мне вот, я, если честно, даже сам стараюсь Приехать на байки засыпло Ну, просто не хочу объезжать Хочется получить удовольствие от вождения А не постоянно высматривать, кто там впереди идет По темной дороге Бензин Бензин стоит около одного доллара Говорю цены в долларах Потому что российский рубль Это, не знаю, это Индонезийская рупия Индийская рупия Таиландский бат Вьетнамский дон Танзанистский шилинг Они скачут вверх-вниз Меньше, чем российская валюта Которая на 25% Спокойно, если упадут цены на нефть И нет А так как в России больше нет никакой экономики И надо Заплатить пенсии там пособия Чтобы обесценить рубль Он может на 25-30 В случае там с Украины Вообще, по-моему, на 100% С 40 до 80% улетал Когда началась ситуация с Украиной В 2014 году в России Поэтому говорю, все в долларах Так как самого уже ситуация с рублем Очень сильно напрягает Ну вот, всем пока С вами был Борис Скалов Сайт визесам.ру Я вам рассказал основное Про транспорт в Зензибаре А, да, вот еще Посмотрите, я сейчас вставлю Этот кусочек видео Про автобусы То есть можете доехать на местных автобусах Вот во многих старых путевозителей Говорят, дало-дало Что-то это очень стрёмно Ехать с местными Есть дало-дало Вот действительно Деревянные полоски Посмотрите видео Я там тоже вставлю Вам запишу Есть комфортные автобусы Напоминающие наши Газель Я в таком ехал От Кендвы до Нунгли Стоит 1000 шиллингов 40 центов где-то проезд От Кендвы до Нунгли На этом же Такие вот рейсы Автобусы От Кендвы до Нунгли Такси где-то от Нунгли до Кендвы 10 тысяч шиллингов Ну, примерно торгаться можно Это Меньше 5 долларов Автобус, который я вам показывал Можете доехать Он от Нунгли до Кендвы За 1000 шиллингов Это 40 центов Где-то меньше 1 доллара Автобус ходит часто до Нунгли Ну, вот при мне буквально кажется Там 3-5 минут в дневное время Вот Чтобы вам в Кендвы Выйдите на главную дорогу От Нунгли От Басстейшн тоже С главной дороги Я вам показывал Откуда он ходит Номер автобуса 116 Микроавтобусы на Газели Вы можете доехать от Нунгли До Стоунтауна Например От других Так же городов Есть Далла-дала Да Ну, зачем вам садиться Далла-дала Когда есть такой же К такому же маршруту Входит мини-автобус Газелька Ну, такой Мини-комфортабельный Мини-автобус Можете доезжать на нем Автобусы, в которых Многие люди ездят Парня Комфортабельные Вот они Один за ним 121 116 Вполне удобно Особенно, если вы займете Одинарное сидение Как я занял Спокойно едете Все, всем пока Если вам понравилось это видео Ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал И смотрите Другие видео о Зандибарах Где я расскажу О сотовой связи О валюте Куда лучше поехать Какие пляжи О многих других советах Которые будут вам полезны Пока-пока До встречи в следующих видео С вами был Борис Соколов Сайт Виза-сам.ру Управлять машину Байк Вот приезжайте Просто на такую станцию И здесь есть заправщики Вот он сейчас Он вам просто заправит Бензин стоит Где-то литр Около одного доллара Такси в Нонгви Кендви Расположены на любом углу Вам будут кричать Давайте довезу Так что Найти такси Здесь нет проблем Цена от Нонгви До Кендви Если торгуют Ну, всегда торгуете 10 тысяч шиллингов Это около 5 долларов Даже чуть меньше Сегодня мы поехали В Слоун Таун А также на Призон Айленд Где водятся большие черепахи Вот такие зензибарские дороги Вот что сразу бросается в глаза Что движение здесь не такое Большое, как в азиатских странах Ну, я и сам езжу на байке Спокойно между, допустим, пляжами и городами Можно проехать на машине, на байке Нет такой толпы народу Как, допустим, в азиатских странах Или в Индии Очень многие люди вот ездят на велосипедах Вот впереди тоже велосипедисты Вот смотрите, некоторые местные Ездят на таких автобусах Да, 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 вот встали Продолжение следует...